История Армении насчитывает десятки веков, но годы правления Тиграна Великого являются самыми яркими и самыми кровавыми годами армянской государственности. Будущий царь родился около 140 года до н.э. в царской семье в Армении. Однако его зрелость омрачилась пленом при дворе парфянского царя. Парфия являлась соседним Армении воинственным государством и вообще традиция почетного плена в те годы являлась обычным делом. После войн побежденные цари обязывались отправлять своих детей царям-победителям. В 105 году до н.э. армяне как раз-таки потерпели сокрушительное поражение от парфян, и поэтому Тигран, будучи наследником, примерно в 35 лет отправился в Парфию как заложник. Но в 95 году до н.э. боги смиловались над Тиграном, и он вернулся на родину, так как его отец умер. Чтобы откупиться, новоиспеченный армянский царь отдал 70 плодородных долин парфянам. Царствование Тиграна началось в благоприятный момент. В Азии творилось черти что. Могущественное государство селевкидов разваливалось на части. В Парфии царила смута. Понтийское государство сцепилось с Римом и нанесло ему серию чувствительных ударов. А в самом Риме вообще назревала гражданская война. Поэтому предприимчивый и честолюбивый Тигран начал свою историю войны и мира. Армения обросла новыми территориями. Первым делом Тигран захватил Сафену. Небольшое царство, лежавшее рядом. А в итоге энергичному армянскому царю удалось сделать то, что не мог сделать ни один его предок. Объединить западную и восточную Армению в одно целое. Объединенное государство стало именоваться Великой Арменией. В 94-м году до н.э. Тигран заключил союз с Митридатом VI Евпатором, царем, набиравшего силу Понтийского царства. Правитель Армении женился на дочери Понтийского царя. Согласно договору двух восточных правителей, Тигран должен был подчинить себе Сирию и территории на востоке, а Митридат – запад, то есть полуостров Малая Азия. Первой целью Тиграна стала Каппадокия, богатая и стратегически важная земля в сердце Малой Азии. Пока Митридат концентрировал огромные силы на границе с Римом, Тигран подчинил Каппадокию, свергнув тамошнего царя, союзника и полу-вассала Рима. Каппадокийский царь убежал к своим заморским господам, а Тигран посадил на престол своего ставленника, но вскоре войска Луция Корнелия Суллы, римского полководца, выбили армян из Каппадокии. Большая война не началась, но между Римом и Арменией пробежал холодок. После этого Тигран решил отыграться на другом фронте и начал большую войну с Парфией. Первым делом он силой вернул 70 долин, когда-то им же отданных парфянскому царю в качестве выкупа. Плутарх писал об этом, когда Тигран начинал, его возможности и планы были совсем ничтожны, а теперь он покорил множество народов, сломил, как не удавалось еще никому другому, мощь Парфяна. Армянские войска дошли до древнего города Экбатаны, многовековой столицы персов, а затем Парфяна. В результате молниеносной войны титул царя царей перешел от правителя Парфии к царю Армении. Парфия не была полностью уничтожена, она стала вассалом Армении. Далее Тигран двинул свои войска на погибающее царство Селевкидов, однако там обошлось без особого сопротивления. Народ, живший в беззаконии и анархии умирающего государства потомков Селевка, сам призвал армянского царя на престол. Римский историк Гней Помпей Трок отозвался об этом так, взаимная ненависть между братьями, а затем и между их сыновьями. Привела к непрерывным войнам, которые довели и сирийское царство, и его царей до полного ничтожества. И в конце концов народ прибег к помощи извне и начал подыскивать себе царя из чужестранцев. В итоге армянские войска добрались до Иудеев. Тигран пленил множество евреев и отправил их вглубь своей обширной державы. Вообще армянский правитель любил переселять покоренные народы. Так он переселил в Армению греков, теперь очередь дошла и до евреев. В будущем это сыграет с ним злую шутку, но пока все шло своим чередом. Царь только радовался своей удаче. На вершине могущества Тигран возвел новую столицу, город Тигранакерт. Он был обнесен стеной в 25 метров высотой. Стена была настолько широкая, что внутри нее располагались конюшни. Неподалеку от могучих городских стен находился роскошный царский дворец, вокруг которого высадили охотничьи парки и вырыли пруды для рыбалки. Великолепный театр, построенный по личному приказу Тиграна, славился далеко за пределами Армении. Население для новой столицы сгоняли со всех краев державы. В городе царил настоящий интернационал. От греков и евреев до скифов, парфян и арабов. Всего в городе жило около 300 тысяч человек. Колоссальное на то время число жителей. Столкновение с вечным городом было неизбежным. Легионы потомков Ромула неумолимо двигались на восток, присоединяя и покоряя царство за царством. Дмитридат уже не сохранял паритет с Римом. Понтийцы терпели позорные поражения и отступали вглубь Азии. Римский сенат назначил Луция Лициния Лукула наместником Киликии, новоприобретенной провинции на берегу Средиземного моря. Это означало, что Лукул становился ключевой военно-политической фигурой Рима на востоке. Более того, у Тиграна и Лукула была личная антипатия. Высокомерный римский полководец считал Тиграна типичным варваром и отказывался именовать его официальным титулом царем царей. В ответ армянский царь обращался к Лукулу как обычному человеку, не именуя его императором, то есть главнокомандующим римской армией. Третья Митридатова война была в самом разгаре. Лукул в пух и прах разгромил армию Митридата, да так, что тот убежал в Армению к Тиграну. В 69 году до н.э. Лукул со своим войском молниеносно переправился через Ефрат и вторгся в Армению. Римляне осадили Тигранакерт. Армянские войска, оборонявшие город, были многочисленнее римских, однако потерпели сокрушительное поражение. Столица пала. Это случилось потому, что насильно переселенные в нее греки открыли ворота римлянам. Их можно понять, ведь они жили на чужбине, а Лукул пообещал им возвращение домой. Затем армяне и римляне снова столкнулись, но на этот раз при Артаксате битва кончилась ничьей, однако обе стороны, как обычно, приписали победу себе. Тигран уже довольно-таки состарился, но энергии в нем было хоть отбавляй. Перегруппировав войска, он нанес сокрушительный удар по римлянам, которые отчевали на лаврах. Армяне погнали их вглубь Малой Азии, грабя и опустошая все на своем пути. Римляне не ожидали такой быстрой контратаки и в спешке отступили. Митридат бежал в Тавриду, то есть в Крым, на северную окраину погибающей империи. Он еще надеялся на то, что там он соберет силы и вернется в Малую Азию, где контратакует римлян. Но по прибытии, узнав о предательстве своего сына, покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч. Армения и Рим остались один на один. Сменивший Лукула, Гней и Помпей объединил силы с сыном армянского царя, тоже Тиграном, который восстал против отца. И состарившемуся Тиграну пришлось сдаться. Помпей очень хитро и лицемерно принял Тиграна. Вернул ему кое-какие остатки царства и запросил дань в 6 тысяч талантов серебром. Затем Помпей отвез младшего Тиграна в качестве почетного пленника в Рим, где тот был казнен. А состарившийся и бессильный Тигран продолжил править в роли вассала римлян вплоть до своей смерти в 55 году до нашей эры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин